Всем привет! Я Александр Злой, вместе со мной просто Антон и наше новое шоу «Мяч над пропастью». Ну, пропасть – это сразу что-то в представлении такое, что всё конец, всё пропало. И тут рядом тема у нас про сборную России, которая начала в Лиге нации. Нет, у сборной России на самом деле ничего ещё не пропало, к счастью, а может ещё и даже хорошо. Но есть вещи, которые сборная, на мой взгляд, упускает и уже упустила. Лига нации началась для нас 3-1 над Сербией дома и 3-2 над Венгрией, там на выезде. Но дело в том, что сборная России не должна была сейчас играть, на мой взгляд, в Лиге Б. Она должна была играть в Лиге А в первом сезоне, в 18-19. Мы упустили эту возможность, заняли второе место после Швеции. Сборная России из всех четвертьфиналистов чемпионата мира единственная, кто играет в Лиге Б. Играет против команд, которых она научилась побеждать при Черчесове, мы это прекрасно знаем. Мы это всё видим, но нам хочется понять, а что способна команда с грандами. Пока после чемпионата мира мы видели два матча с Бельгией, два поражения без вариантов и поражение в Германии в товарищеском матче. В очень экспериментальном составе, но тем не менее. Хочется видеть в сборной больше с топ-командами, но первое, что мы увидим, это в отборе на чемпионат мира. Потому что в любом случае кто-то из первой корзины будет. Да, и возможно из второй, если не очень удачно сейчас пойдем, то третья корзина. Как ты думаешь, сейчас вот сборная, это всё-таки в первую очередь Лига нация как поле для экспериментов, как нас призывает? Или всё-таки это попытка нарастить жару, который потом пригодится? Даже и в стартовом составе мы сейчас увидели изменения. То есть все говорили, Гильерме плохо, мы увидели Антона Шунина, мы увидели Караваева слева. Кто вместо Головина, кто вместо Алексея Мирончука? Вынужденно, конечно. Кто может сыграть теоретически в этом. Интересно действительно было бы посмотреть, как с Головином, как с Алексеем Мирончуком, но пока, к сожалению, ни того, ни другого. Соответственно, посмотреть, как без Дзюба. Ну, надеюсь, что когда-нибудь такое произойдет, я встану в ворота в этот момент серьезно. Да, я очень этого жду. Правильная очень мысль, что очень тяжело экспериментировать в этом плане в сборных. Хотя вот сейчас до конца 2020 года достаточно матчей, возможно, мы увидим два нападающих. Но тут действительно многое зависит от соперника. Россия способна играть позиции силы. Надо сказать, что коронавирус поставил действительно Черчесов в сложное положение, потому что у него были два матча весной товарищей, где он, в принципе, мог обкатать какие-то варианты с Швецией и Молдавией. Но эти матчи не состоялись, а их перенесли на осень, утрамбовали. В этот календарь. И теперь у сборной в октябре 8-го числа Швеция на выезде Товарняк, потом 11-го, Турция и Венгрия. Два подряд матча. И Лига нации, продолжая возвращаясь к коронавирусу, этому злосчастному, когда вот все началось, когда люди стали терять работу, было очень много откликов в интернете, что вот как же так, мужик должен иметь заначку, мужик должен что-то иметь на черный день, как это у вас нет денег. Вот в сборной России, мне кажется, сейчас тоже такой мужик, она это такая мужская команда, такой мужик, который собирает эту заначку. Вот 6 очков взяли, уже подобрались ко второй корзине. Вот, отбор на чемпионат мира. Отбор будет гораздо жестче, чем на чемпионат Европы. То есть лайтовой группы Казахстан-Шотландии уже не будет. Будет кто-то из первой корзины приличный, и возможно, если пойдем второй, будет попроще. Вот, и плюс еще, конечно, надо держать в уме вариант с провалом, да, это страшное слово, с провалом в отборе, это третье место и ниже, хотя не знаю, как можно упасть ниже. Вот, и тогда есть вариант поучаствовать в квалификации, если будешь, попадешь в двойку лучших команд из лиги нации, не считая тех 20, кто отберутся или попадут напрямую. Вот, последний раз, кстати, сборная занимала в отборе чемпионате мира, третье место, это был 2005 год, когда по ходу отбора меняли Ярцева на Семина, но заняли третье место после Испании, после Португалии и Словакии. Вот, как ты думаешь, эта команда, которая существует, сколько людей из нее останется под чемпионат мира 22-го года? 22-го, ну, Чёрчев вообще показал себя специалистом, который любит костяк, и одну очень важную вещь он сказал, собственно говоря, на одной из недавних пересконференций, интенсивность работы, как для тренера, повысилась из-за переноса чемпионата Европы на 21-й год, потому что у нас получается лето 21-го евро, а осень, зима 22-го концовка года, это уже чемпионат мира. Там будет еще в 21-м году евро, а в обрамлении отбор на мир. Да, то есть там, по сути, пройдет буквально… Летние мяки должны были быть в июне, их тоже перенесут, на август где-нибудь. Да, буквально полтора года. Если мы возьмем вот сейчас состав, который мы имеем по состоянию на сентябрь, и сравним его, например, с чемпионатом мира 2018-го года, мы посмотрим, что Самедов завершил карьеру вообще, а Кенфеев завершил карьеру в сборной. Пока завершил. Ну, пока завершил, да. Игнашевич уже тренирует, могу ошибаться, но все остальные, они плюс-минус тут же и остались, а прошло уже больше двух лет. Кутепов пропал. Ну, Кутепов лечится, ищет себе новый клуб, и там тоже у него, конечно, не все так просто, но… Я точно могу сказать, что Жирков сыграет. Жирков на Евро, да, чемпионату мира уже вопрос, да. Тем более, очень любит черчесов. Ну, еще, знаешь, попадет ли сборная на чемпионат мира, потому что… Тоже хорошо. Это будет первый такой отбор серьезный для черчесов, потому что на мир 2018-го мы не попадали, было. Были хозяева, 2020 год был, опять же, достаточно легкий такой отбор. И многое зависит от жеребьевки, вот, как она сложится для нас. Но в любом случае сборная, конечно, должна занимать не ниже второго места, потому что иначе болельщики не поймут. Вот, и в этом плане я с вами немножко не соглашусь, что сборная России должна играть в Лиге 1, Лиге нации. Мне кажется, нам наоборот полезно, потому что в матче с Венгрией мы увидели, что бывает, когда сборная России либо подустала, либо приспустили как-то обороты. Ну, так очень хорошо. А вот Украина тоже подустала, и с Испанией получила. Ну, 4 получила, да. Ну, 4, прекрасно. Мне кажется, нам лучше научиться играть с Венгрией, и которая будет потенциально там в третьей корзине, если мы будем во второй, и не потерять очки там, чем научиться играть с Испанией. И там 6 очков всего. Но давай отметим, что второе место – это далеко не проход. Это плей-офф. То, о чем мы с вами говорили, Виктор, когда нет продолжения атаки, единственный выход у славянцев – это пас по диагонали, пас в штрафную площадь. У сборной России вот кто-то попадется обязательно из топов, а я не уверен, что наша команда при Черчесове умеет точно играть в стопах. Да, была победа на Деспале на Мире, но это победа по пенальти. Это победа, когда мы отбивались весь матч. Также могли, кстати, играть из Бельгии дома, но не стали. И получили, сказали, вот видите, мы… То есть по-другому мы не можем играть с командами. И поэтому он… Но мы не часто играем с топами. Вот у нас постчемпионата мира, и опять же, две встречи с Бельгии и Германией. Были раньше возможность договориться о товарниках, все время мы игрались с Францией, чемпионами мира и прочее. Но сейчас такой возможности нет, потому что все это регламентировано. Ну да, но тоже не соглашусь. В том числе и участники матча Россия-Италия. Италия-Россия перед чемпионатом Европы, какой это у нас был, 12-й год, когда 0-3, все ликуют. Слишком рано вышли на пик. Слишком рано вышли на пик вопрос, но насколько показательно. В итоге Россия выигрывает один матч у Чехии, Италия доходит до финала. И кому был нужен этот товарищеский матч больше, тоже хороший вопрос. Ну там не то, что до Италии, там Грецию не прошли, только кое-как с чехами и с поляками сыграли 1-1. То есть там мы не дошли даже до топов, с ними бы игры научиться играть вот с этими командами. Тут еще такой момент, я вчера увидел интервью Шандера Варги, Спортэкспрессу, где он рассуждает на тему, что Черчесову бы, неплохо бы иметь еще какую-то нишу для творчества вдали от сборной. Вот неплохо бы совместить с клубом. Я категорически противник этого всего, мы уже проходили это не раз. Последний был Слуцкий, который так насовмещал, что закончилось все известной субстанцией. Как ты думаешь, все-таки РФС должен занять жесткую позицию? Нет никаких совмещений, вот контракт закончен, и до свидания, выбирайте. Либо все-таки Черчесов столько сделал, можно пойти ему навстречу. Мне кажется, во-первых, если начнутся послабления, это уже не очень хорошо. А во-вторых, очень показательный был момент сейчас, когда Барселону возглавил Куман, которому не позволила сама Барселона совмещать клуб и сборную. Сам клуб не готов к тому, что у тренера будет еще какая-то обязанность, еще какая-то головная боль. Если Черчесову нужно хобби, ну, я не знаю, он может себе в РФС открыть какой-нибудь театральный кружок, вот, и вместе с судьями там что-то делать. Но не совмещать с клубом ни в коем случае. Здесь есть такой момент еще, что пока Черчесов своими результатами заслужил полностью доверие. То есть, если перед Чемпионатом мира кричали, уберите Черчесов за день, там хуже не будет. То есть, если я эмоции пока, это что я, значит, недоволен или наоборот мотивирую? Почему сразу ищите негатив, я не могу понять. То сейчас, через финал Чемпионата мира, выход на Евро, то есть, Черчесов дает результат. Так и начинаете в АТО. Но, как только это все закончится, в какой-то момент, например, сборная провалится на Чемпионате Европы, не выйти из группы, или там сборная не выйдет на Чемпионат мира, то я боюсь, что сразу вектор поменяется. Это классика. Да, и сразу будет тренер главным виновником, сразу его убьет. Хотя, конечно, Александр Дюков такой неимпульсивный, как Мутков, президент Уфлес, более спокойный. Но я думаю, что в какой-то момент, как только появится необходимость, сразу будет найдена замена. Как ты считаешь, мы уже прошли период с иностранцами? У нас есть Карпин, у нас есть кто-то... Вот тут как раз мысль, которая у меня возникла. Кто вместо Черчесов? Кто, если не Черчесов, это российский специалист сейчас? Потому что, ну, как бы, да, шутка, что свободен Юрий Павлович Самин. Слуцкий, мне кажется, и не вернется сам. Да, он и не пойдет. Вот, и по сути у нас... Нет, почему я вот, например, сказал Алексей Стрипетов, что для Сергея Симака в России есть только одна команда, куда он может идти из «Зенита» сбора России. Мы немножко, на мой взгляд, вернемся к ситуации, отпустит ли его «Зенит». И тут, да, возможно, отношения Дюкова с Миллером, Дюкова с «Зенитом» они будут как-то способствовать. Ну, смогут добывать. Да. Но, ну, в тренерский штаб возможно, если сам Симак согласится на роль помощника. Но, как главный, мне кажется, им будет это очень тяжело, именно с точки зрения, в том числе, психологии совмещения. А если не совмещения, то и «Зениту», как бы, простите, ну, не понравится, скорее всего, такая сделка. Вот. Иностранцы, мне кажется, после Черчесова возникнет определенная вера в российского специалиста. И вновь, если поднимется разговор о том, а нужен ли нам иностранец, кто-то по-любому вспомнит ситуацию с назначением вот сейчас Виктора Каши и главой СУДИ РФС. А что поменялось, а поменялось ли, а стоит ли тогда рисковать, разница менталитетов и так далее. То есть, мне кажется, просто будут искать тогда внутренние ресурсы в российском чемпионате. Но тут еще важный момент, о котором, на мой взгляд, очень уместно сказал Тедеско сейчас. Когда «Спартак» на первом месте, он все равно сказал, что роль тренера, она немножко преувеличена. Да, да, где-то говорят. Вот, да. И, конечно, да, снимать тренера сборной после неудачного турнира – это, скорее всего, абсолютно нормальный и оправданный шаг, потому что нужен новый подход. Но может ли сейчас кто-то дать новый подход, я не уверен. С другой стороны, Черчесову ждали контракт до конца 2022 года, стали ждать евро, это значит, им полное доверие, но имеет право на, как минимум, одну ошибку, наверное. То есть, у нас в группе Дания, Бельгия, Финляндия, и фактически, наверное, сказать, все, матч в Дании станет таким определяющим разборной. То есть, будет одна игра, опять одна ключевая, которая придет. Ну, Бельгия, не знаю, может, получится ничего зацепить. Лига наций дает возможность нам сейчас как-то жонглировать цифрами, смотреть всякие рекорды, интересы. Ну, как-то подогревать интересы. Ну, как и не назови, матчи товарищеские воспринимаются. У Черчесова теперь 20 побед после Сербии и Венгрии. Впереди только груз хитинг 22. Ну, Олег Романцев пока далеко 36. Ну, работа есть работа, вы извините, конечно. Ну, я вот хотел спросить, как ты думаешь, насколько вообще этот рекорд серьезен для восприятия? Потому что, например, Романцев, да, 36 побед, но два провально крупных турнира. Чемпионат мира 2002, Евро-96, не выхода из группы. Хитинг, да, он здорово выступил на Евро-1008, причем он гораздо меньше. Ну, меньше тренировал, чем у Черчесов сейчас. Если Черчесов пойдет в хитинг, насколько это будет серьезно и вообще стоит ли это воспринимать? Причем это может быть уже в октябре. Тут действительно вопрос не столько там в выигранных матчах, сколько в каких-то титулах. То есть, ну, даже если там Черчесов дойдет до Романцева, но не возьмет бронзу Евро, как было у Хитинга. Ну, четвертьфинал, чемпионат мира, да, неплохое достижение, хоть могли и больше. Это же неплохое, это первое достижение в истории сборной России. Ну, все равно обидно проигрывать по пенальти. Тут очень такая хорошая... Стоп, проиграть по пенальти, а Испанию как вам обыграли? Вы играли тоже по пенальти. Что-то мне подсказывает, что там будет плюс-минус равенство, при том, что сколько голов у Дзюба и сколько у Фернандеса. Но при этом вот этот его гол хорватам, когда он там уже с повреждением добежал, забил, пусть смазал пенальти, но ключевой. И хит-трик и Дзюба Лихтенштейном. Вопрос, что важнее? Ну, Дзюба забил 26 голов в 43 матчах. Это очень хорошая средняя статистика, потому что у Киржакова 30 голов в 91 матч понадобился. У Владимира Бесчастных 26 голов в 71 матч. Я, кстати, звонил вчера Бесчастных, спрашивал, как он относится к тому, что Дзюба его обойдет. Говорит, нет вообще никаких проблем, никакой гонки и нет. Кстати, Киржаков тоже абсолютно доброжелательно относится. То есть, нет такого, что вот, не дай бог, Дзюба меня. Ну, Бесчастных, мне кажется, уже просто другие цели. Я тоже с ним разговаривал еще, по-моему, где-то полгода назад. Вы сейчас собрались факелы. У него, да, у него была ситуация тогда как раз в клубе, и даже разговаривая со мной, он куда-то в сторону отвернулся. Там с матерком кому-то что-то ответил, там, как раз с болельщиками были проблемы. Сейчас понятно, для него это все очень далеко. Да, да, так что я думаю... Так вот, по поводу мусорных голов Дзюбы. Но у Дзюбы все-таки были и решающие голы. Это Шреция в отборе на чемпионате Европы 16-го года Дзюба вообще король отбора на Евро. Был гол, ну, естественно, Испании. С пенальти. Да, с пенальти, но смотри, Россия прыгает 0-1. Важный момент. Битком, стадион, важный момент. Не каждый возьмет мяч и не сдрожает ноги. Он пошел, взял, забил, уверенно, без шансов. 1-1. Вот. Гол в Шотландии в отборе тоже на Евро. 20-20, 2-1 выиграли на выезде. На чемпионате мира в отборе Дзюба вообще не забивал. Он в один раз вызвал капелло на матче в Северной Ирландии. А у Чержакова тоже, кстати, было много голов всяким. Там он лет с 2002 по седьмой, пять лет он забивал только вот таким слабеньким. Типа Лихтенштейна, Македонии. Ну, были, да, скорее он спас на чемпионате мира. Гол. Еще к этой Ирландии забил. Ему тоже было много таких голов. А, Португалин забил, конечно, наверное. Тоже, кстати, нет, когда 1-0. А, когда тоже забили в самом начале и потом, между прочим, играли тоже не очень атакующий мягкий футбол. Ну, и в ответке тоже было 1-0. Так вот, у Дзюба сейчас 4 мяча от Кержакова. И, в принципе, 7 матчей осталось до конца года. Я думаю, что все шансы есть догнать. Тем более, еще Товарняк с Молдавией. Вот, и Черчесов ему доверяет. Меньше, там, 70 минут не играет. Штатный пенальтист еще в сборной. Ну, да, да. Но мне кажется, в какой-то момент, да, календарь будет у Зенитов. В чемпионате Лиги чемпионов еще добавляется. Жесткий календарь у сборной. Дзюба, если мы все помним, после чемпионата мира уже сказал, что силенки у него подзакончились. Слушай, ну сейчас, в моей сентябре, будет не то, что разгрузочная у Зенита, а Лиги чемпионов нет, она сдвинута на октябрь. И играют, ну сейчас не очень такой тяжелый календарь. Домашние матчи, Арсенал, Уфа. И вот 3 октября я вот с Спартаком играю. Но потом 5 дней до сборной. То есть можно спокойно восстановиться. Ну, главное, чтобы травму не получить. Ну, и для Дзюба очень важный еще момент не только физической, но и эмоциональной. Эмоционального спокойствия, эмоциональной готовности. Мне кажется, сборная он его получает с лихвой. Да, но... В сборной он лидер, в сборной нет рядом Малкому, в сборной нет рядом Бариуса. То есть по Малкому ты зря смеешься, потому что мне рассказывали, что вроде да, такая... Но это нормально, когда два лидера, два вожака, и вроде Малком берет больше на себя, он чувствовал уверенность. Вот, а тут рядом Дзюба, который тоже надо заигрывать. Я не говорю, что у них конфликт нет, боже упаси. Но тем не менее, в сборной, мне кажется, Дзюба более уверенно себя чувствует. Галантно, да? Ну да. Отдал Марио Фернандсу, нас забивает. Ну, причем очень, да. Хотя мог бы и сам полезть, сам, увы, полезть, и нет. Отдал, порадовался. Он там главный, естественно, он главный, он капитан. Это правда, да. Вот, в Зените, кстати, он тоже капитан, но не знаю, как с Малком, чувствуете себя уверенным или нет. Но, в любом случае, четыре гола, ну, забить, это не проблема. Можно, но какой ценой вопрос, я повторюсь, очень не хочется самому Артему, мне кажется, получать лишнюю травму за год до такого важного турнира. Возможно, последнего или предпоследнего крупного сбора. Кстати, на чемпионате Европы 16-го года Дзюба не забил ни одного гола, хотя голова все в трех матчах. Он забил в турнике Сербии, по-моему, перед Евро, и потом он не забивал. Это там… Это был провальный для него турнир, как и для всех нападающих здесь сборной, которых вообще никто не забил. Для всех, кроме Щенникова или Глушакова, или Василия Березуцкого, кто забил. Да, нападающих вообще не забил на том турнире. Но сейчас последнее я хочу спросить, как ты думаешь, не сильно ли у нас все-таки сборная Дзюба-зависимость? Не очень ли вот Черчесов показывает, вот он с Сербии 90 минут, вчера 90 минут, да, всего три замены, не пять, как хотел Черчесов. Но, тем не менее, у нас нет варианта Б, мы не наиграем его, у нас сидит Федор Смолов, пусть сейчас не в лучшей форме. У нас есть Соболев, который выдерживает, как вино, типа, взяли молодого, жди своей очереди. Не слишком ли? Мне кажется, именно с точки зрения игры не настолько. То есть, мы не видим такого, как в Зените, когда действительно есть там, он даже не план Б, но и не план А, вот где-то посередине, когда мы грузим на Дзюбу, он пытается там скинуть, зацепиться, набегает тот же условный Дреуси. В сборной все-таки какая-то большая вариативность, в том числе за счет того же Марио Фернандеса, который, пусть у нас только одна бровка работает, но она работает. Мы ждем, когда все-таки мы увидим хотя бы Мирончука или Головина, будет что-то еще через центр низом, то есть, те же хотя бы дальние удары будут, тот же будет пас. То есть, с точки зрения подбора игроков, будет поинтереснее, мне кажется, когда будут все и в каких-то хороших кондициях. И такой зависимости от Дзюбы не будет. Мне кажется, ее сейчас особо, опять же, в эмоциональном плане, да, конечно, он лидер, лидер больше, чем в Зените, который и сказать что-то может, и пихнуть где-то может. И сам вот этим вот заряженностью, где он там поборется в атаке, пусть с фоллом может, что-то не засчитают, где-то там офсайт, но видя, как он бежит вперед, это важно, да. Но мне кажется, такой зависимости от него все-таки нет. Ну, в следующий раз Дзюба мы увидим сборную 8-го числа, это будет товарищеский майор со Швецией, а потом сборная продолжится вступление в Лиге наций двумя домашними матчами с Турцией и Венгрией 11-14 октября. И надеемся, что на эти матчи все-таки УЕФА пустят зрителей. Тоже как-то странно, в России играет футбол со зрителями, в Венгрии, я слышал, вообще пускают всех без разбора на трибуны, а УЕФА играет при пустых трибунах. Кстати, это тоже может как-то повлиять на его сборную, мне кажется. На Дзюбу в первую очередь. Да, и на Дзюбу в первую очередь. Ну что, ждем от сборной, ждем от сборной первое место в Лиге наций, выхода в элитный дивизион, хорошей жеребьевки, конечно, осенью. Побьет Дзюба рекорд до конца 20-го в итоге? Я думаю, нет. Еще одного представителя испанского чемпионата, Жао Перейра, который сейчас выступает за Валенсию, но мы это видели еще на Евро. Очень опасный момент сейчас возле ворота сборной профессии. Есть! 1-0 в пользу сборной России. Александр Киржаков пробили им по центру сейчас оборону. 1-0 в пользу сборной России. Блестящее начало. Очень важный быстрый мяч забивает сборная России. 1-0 Киржаков. Блестящее начало. Продолжение следует...